Володает на улице. Уже прям зимой пахнет, чувствуется. Вот я решил немножко утеплиться. А то вчера еду, конечно, можно сказать, раздетый по лесу. Как бы тут не слечь на несколько дней. Погода уже, конечно, не мой месяц. А вот Александр приехал на дрифт-трайке. Сейчас поедем с ним, сделаем прокат по морозному Тамблову. Вот. Человек первые шаги делает на моей технике. Называется кинетический самокат. Я вписался! Ура! Мой расчет, мы уверены. Мы чуть-чуть прибавлю. Да-да-да! Вот ездил я на дрифт-трайке. Ну, мое ощущение такое. Техника специализированная для дрифта. Так, если ехать по городу, он не везде удобен. Почему не удобен? Потому что вот большой... Большая очень база задних колес. И я, честно говоря, чуть было не вписался в угол. Ну, а так, для своих целей самое то. Едет, надо привыкать к управлению. Ну, то есть, я бы вот так вот сходу по человеку не мог бы посоветовать чисто для езды по городу. А так, мощи в нем много. Если у тебя есть желание заниматься именно электро... Всяким девайсом, прям для вас эта тема. Есть круиз-контроль, есть электротормоз. Скорость и мощь в нем прям очень приемлемая. И есть также механические тормоза. А вот наш герой. На своем электро-лонгборде с половиной ручки. Ну, это все говорят героскутерные натворы. А как оно называется правильно? Стритборд. Стритборд? Стритборд. Стритборд. Сейчас еще один проход. Где зародилось это движение? В Америке? Нет, это в Италии вот конкретно такие. Пьяджо. Пьяджо. Ну, так вот, от райки, как по асфальту, по пересчетной местности можно ездить. Геометру проектировал так, что она позволяет проезжать любые неровности, примерно по диагнозам, либо хитром объездом, например, вот таким вот. Конек, по-моему, у меня здесь расстояние до пола, если в горизонтале, 17 сантиметров. Газуй, газуй. Отлично. Вот такая вот у нас сегодня покатушка вышла с Сашей на его электродрифт-трайке. Или как он правильно называется? По-моему, электродрифт-трайк. Сегодня мы ездили и по ровной дороге, и по пересеченке, и по песку буксовали. Ну, короче, отличное времяпрепровождение. Я все, я домой.